здравствуйте друзья доброе утро суббота 9 часов я можно сказать как жаворонок по субботнему времени двигаюсь в офис и не случайно естественно его из в офис потому что у меня с одной стороны там встреча намечена и с другой стороны начинается новый класс класс этот как бы совсем новый в том смысле что мы никогда не делали такие bootcamp и по субботу а сейчас вот я подумал что есть люди которые работают у них такая обостренная потребность в изучении автоматизированного тестирования то что они тестеры если кто не знает они они тестируют или работа такая теперь нужно автоматизировать такая сейчас мода и ну когда вот и мучиться и я подумал что вот сделаем такой класс по субботам 8 часов с этим так они сейчас как начнут там с 10 утра и до 6 соответственно там педагоги там будет сразу два парня они будут вести уроки я недавно их снимал вот два алексея в санта-крузском на дачу приезжали вот они там рассказывали а теперь уже вот пожалуйста за пару недель там собралась группа небольшая и нет задачи большой группы а есть задача как бы посмотреть как пойдет поэтому мы всегда очень аккуратненько стараемся если что-то новое так ну попробовать вот в данном случае новым является не столько предмет который изучается предмет мы давно преподаем но вот этот вот режим у нас есть bootcamp который вечером идет два раза в неделю и это конечно ну ну с одной стороны проще да то есть все таки по четыре часа не по 8 с другой стороны это все таки после работы что не то же самое что скажем выходной день но суд и еще с утра в общем опробуем такое расписание и одновременно там пара путешествует по соединенным штатам они со мной списались говорят хотим зайти пара из израиля значит они остановились тут гостиничку сняли вчера я буду тогда давайте к нам вот в офис подъезжайте я не знаю захотят ли они сниматься поэтому нет не было разговора предварительно поэтому я не знаю если так чего не захотят сказать я с удовольствием а мы с вами посмотрим такой как бы репортаж больше чем просто на дороге потому что я камеру возьму эту крючка есть затем покажу у меня есть вот такая ручка я на ручку прикручиваю камеру могу маленькую могу большую но в данном случае у меня камера sony fdr x3000 она маленькая вот я сюда прикручиваю и мы так ходим с таким пистолетиком похоже немножко знаете на такой прибор для измерения скорости движения транспорта на дороге меня как-то остановил француз один и говорит говорит слушай это что ты там скорость меряешь ягу да нет вот просто видеокамеру а у нас во франции год вот они менты год вот с таким ходит скорость измеряют я буду ссоре смотри где-то осторожно с такой ручкой и чтоб тебе тут не подстрелил кто-нибудь в америке народ нервный я буду выживаю в общем теперь что пока пока и пока все хорошо но я стараюсь так знаете тоже действительно похоже немножко на пистолетик такой маленький камеры gopro в этом смысле более безопасно то что она не не вот так сориентирована вот так да вот ты ходишь с камерой она вот так то есть понятно что это такая не пистолетная а тут такое прям да но самое интересное начнется позже потому что сегодня у нас три часа в скайпе я запишу сюжет с со светланы ков иммиграционным адвокатом и там у нее было несколько вещей которые светлана хотела сказать и вот мы быстренько запишем потому что после этого светланы и я мы движемся в сан-франциско сан-франциско мы не так не просто так движемся там у нас забронировано место в ресторане и в этом ресторане гуляет свой день рождения гена это актер он из харькова и гена во всех тут мероприятиях тамада вот у меня был тамадой на моем шестидесятилетии полтора года назад хотя это не его работа его работа социальный работник не знаю кому он там помогает и с чем на во всяком случае там есть своя работа потом это его основное занятие мне говорят вы там в ресторане снимать будете но я постараюсь друзья американский русский ресторан это такое специфическое место и и публика такая знаете там зачастую бывает думаешь это в наше время и откуда же они все вот как-то так иногда многие люди которые там гуляют они гуляют как бы вот так как гуляли в советское время вот с той самой едой с той самой музыкой зачастую то есть вот там может быть музыка не современная а как вот может быть гуляют в отечестве может быть так больше именно ностальгическая такая вот то то что они любили в молодости молодые годы вот сейчас им хочется послушать когда они идут в ресторан ну если удастся мы заснимем вот такой такой сегодня будет день мы не делаем фотографию дня или там видео фотографию дня нет но наше путешествие вот это конкретно на дороге мы закончим тем что я поснимаю в классе тоже но может быть не прямо так в лицо потому что не не обязательно люди которые пришли поучиться хотят чтобы их так засняли но это будут люди которые работают в индустрии это не студенты не не студенты вот только-только свеженькие вышедшие там и так далее нет это люди которые работают в индустрии и как я сказал у них особая такая потребность а давайте в камеру поверну симпатично вот так выглядит утро сентябрьская друзья вот так быть выглядит в кремниевой долине сентябрьское утро 15 сентября сегодня я извиняюсь стекло не не идеальные чистоты одев то что моя машина стоит на улице я ее в гараж не ставлю и там дерево какое-то я не знаю что там с него падает но с этого дерева водой легко смывается то есть если бы я с утра так водичкой побрызгал на стекло было бы лучше вот она кремниевая долина улица эл камин рил что в переводе значит королевская дорога улица довольно сильно изменилась за последние там два-три года буквально потому что вдоль нее понастроили каких-то новых жилых комплексов много квартирных домов дорогущих квартиры дорогущие там может быть скажем по четыре с половиной по пять тысяч квартир кого-то пожалуйста слева вот слева они стоят а справа здание например я в нем когда-то работал там была находилась в то время компания лотус вот та самая до что лотус ноут лотус ванту 3 вот я тогда в не работал тестировал лотус сиси мэйл там целый этаж было вот этого сиси мэйла это когда-то в 90 середине 90-х был самый крупный самый массовый email в мире там было 10 миллионов пользователей вот представьте себя но это еще не было интернетов с кем и мэйлом вот только только все это вот вот в этот момент все происходило переключалось на на интернет это было в конце 95 начале 96 года тут каждое здание со своей истории если его еще не снесли так что давайте в еще случае расскажу пока вот тут на дороге пошел я в спортзал джим у нас говорят так же как слова гимнастика джимнастик джей май м вот этот самый джим и пошел я в этот самый джим ну и там покачал смалька и там же у них парная ну не парная сауна такая вот я в эту сауну и сидит там один всего дяденька вот я и дяденька и дяденька так слово за слово так он разговорчивый пожилой дяденька так слово за слово тыр пыр и говорит а вот акцент у тебя ты часом не с украины я говорю нет говорю я не с украины ногу ты знаешь что родители у меня были с украины и он оживился очень и обрадовался прямо как родному мне и говорит мой отец говорит на украине был во время войны он ведь всегда так вспоминал украину он так полюбил год украину вот во время войны там был я думаю что так говорит без акцента затем я думаю может быть он там сын какого-то военнослужащего американского который там я не знаю где он там оказался во время войны чего его было делать на украине но так вот значит но дальше разговор продолжается выясняется что отец его служил в венгерской армии они венгры и на украине он находился в составе как бы сказать вот этих самых венгерских военнослужащих которые на стороне фашистской германии там было несколько дивизий венгерских и румынских и венгерских там так далее вот значит вот были полюбилась ему украина он был мне рад просто как родного такие вот чудеса бывают да я ему ничего такого не говорил знаете думаю но человек искренне рад и в общем что ему что-то ему скажешь хорошо друзья мы с вами давайте может быть расстанемся до того как я доеду до школы может быть я вам еще расскажу судоречка я встаю сегодня смотрю на наш канал ну там бывает комментарии что добавить надо срочно ответить я так быстренько просмотрел и смотрю у нас с утра вот представьте себе 9 утра но 9 это уже в машине был еще не было 9 ну там пол девятого утра а уже 145 там новых подписчиков и для нас 145 это много то есть даже если бы их было там скажем 100 это для раннего утра это много а тут цены 145 я тут же смотрю может быть у нас где-то трафик большой на каком-то видео нет и трафика никакого такого какого взрывного нет я думать откуда люди и в общем то очень интересные бывают такие загадки которые иногда разрешаются иногда нет в общем не поймешь ничего а вот еще домик справа видите тут их несколько тоже построили вот этот такой он все повернул вот этот до него там до него еще один был впереди там вообще когда масштабное строительство снесли целый квартал большой и вот на его месте фигачить вот вы видите там впереди какие-то доски торчат вот это вот и есть то самое строительство ну хорошо друзья мы с вами расстаемся до того как я пойду в школу ну что друзья мы в офисе народ в классе я пойду так тихонечко вот там поснимаю но я там буду молчать поскольку уже начался урок я так тихонечко там стану и буду молчком все я уже молчком да я посчитал их там пока 14 человек но должны еще двое подойти так по моим по моим спискам там еще двое для них контракты есть то есть они заплатили денежку должны еще раз писаться там и так далее то есть у меня еще есть некоторые административная функция ну все теперь ждем гостей из израиля